Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Работы по благоустройству города продолжаются. Сквер Ванесова готов к приему гостей. Сухопутные осьминог, дельфины и кит преображаются на Анапской набережной. Болейболистки сборной команды Анапы уже вышли в финал первенства Краснодарского края. В администрации города-курорта состоялась очередная сессия Совета депутатов муниципального образования. Подробнее о принятых решениях и проектах расскажет Лариса Басова. На заседании фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов рассмотрен вопрос о состоянии военно-патриотической работы с населением, пропаганде истории города воинской славы Анапы и ходе подготовки к 70-летию Великой Победы. Члены фракции приняли решение, один из пяти пунктов которого рекомендует администрации города-курорта к 9 мая 2015 года установить у Вечного огня стеллу с перечнем воинских соединений и частей, освобождавших Анапу и Анапский район от немецко-фашистских захватчиков. После заседания фракции состоялась очередная 62-я сессия. Были рассмотрены три вопроса. Обсуждение проекта решения о внесении изменений в устав муниципального образования получилось бурным, особенно о количественном составе народных избранников в местном представительном органе. После дебатов принято решение оставить их число без изменения 27, что соответствует действующему законодательству и обеспечивает равное представительство территории муниципального образования в Совете. Не менее бурным было обсуждение вопроса об определении способа расчета расстояния от некоторых организаций и объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В городе-курорте будет произведен перерасчет этих расстояний. Детским образовательным организациям, вокзалам и аэропортам, оптовым и розничным рынкам, от предприятий розничной торговли 100 метров, от предприятий общественного питания 50 метров, от входа для посетителей на обособленную территорию, для входа для посетителей в стационарный торговый объект и объекты по оказанию услуг общественного питания по прямой. Архитектурные схемы перерасчета будут готовы до 1 июня и опубликованы в СМИ. С отчетом начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю о деятельности органов полиции за 2013 год, участников заседания ознакомил депутат ЗСК Николай Иванюшкин. Отрадная новость. Анапский отдел УВД занял третье место из 44 муниципальных образований по итогам работы за прошедший год. В Анапе продолжают активно готовиться к курортному сезону. Парки, скверы и улицы одеваются в цветочный наряд. Наша съемочная группа побывала в сквере имени Аванесова. Сочетание морского воздуха, аромата цветов и свежей зелени благоприятно влияет на общее состояние и настроение анапчан и гостей курорта. Сквер имени Аванесова на высоком берегу – красивейшее место в городе. Здесь уложены аккуратные пешеходные дорожки и установлены лавочки. Сейчас в сквере разбиты клумбы с цветущими растениями. Работа специалистов зеленстроя. Также в сквере высажено более 600 кустов роз. Мы прям в восторге. Вот этого угла не было буквально-таки осенью. И вот начали делать. Мы прям радуемся. Это наша улица, вот это Тургенево. Мы оттуда прям приезжаем и наслаждаемся. Вообще прекрасно. Сейчас это все распустится, вообще будет прелесть. Каждый раз думаешь, как хорошо, что думают городские власти о том, чтобы преобразить, улучшить. Нравится хорошо. Приятно, знаете, приятно, когда гуляешь вот среди всего этого, как будто в парке гуляешь. Не в городе, а прямо в парке по парковым аллеям. Прогуляться в Анапе в тени деревьев можно не только в парке. Одно из любимых мест для прогулок – улица Кати Соловьяновой. Вдоль бульвара, названного в честь партизанки, протянулась аллея, на которой растут каштаны и акации. Украшают улицу и многочисленные клумбы с цветами. На аллее высаживают деревья, продолжаются работы по установке бордюров с последующей укладкой тротуарной плитки. Часть уже выложена на участки от улицы Красноармейска до Краснозеленых. Работы по благоустройству и озеленению продолжаются. И в продолжение темы Анапы выходят на финишную прямую подготовки к летнему сезону. Наносятся последние штрихи к портрету города, чтобы им любовались анапчане и гости. О том, что уже сделано и что еще предстоит, расскажем прямо сейчас. Предприятие «Зеленстрой» обновляет композицию «Алые паруса» – любимое место фотосессии выпускников школ, вузов и романтичных натур. Высажены около 500 красных петуний на корме и палубе корабля. А идет он, естественно, по морю синих и голубых цветов. Недалеко друг от друга на клумбах установлены каркасы кита и осьминога. Фигуры морских обитателей выполнены практически в натуральную величину. На днях к ним присоединится дельфин. А через полторы недели фигурки озеленят почвопокровными растениями. Набережная по-прежнему остается одним из любимых мест прогулок анапчан и гостей курорта. Мне нравится, какое благоустроили. Есть место, простор, чтобы погулять, подышать свежим воздухом. Раньше ведь все было заставлено кафе. Такими вот, скажем так, временными, да, выставными. А сейчас все как-то более цивилизованно, более культурно, красиво. Тут и можно и погулять, и покупаться, хочешь там пойти на высокий берег. Ну, я не знаю, мне тут нравится. Очень нравится. Как оно, может, мне нравится. Постригли хорошо, кстати, сделали дизайн. А так кита осталось озеленить. Ишла на рынок, ну, пройду по набережной, а потом домой пойду. Мне очень нравится, как озеленили вообще. Много зелени, дышится хорошо, отдыхается, мне кажется, тоже чудесно. До официального открытия сезона остается чуть больше месяца. А набережная уже практически готова и привлекает, как всегда, море отдыхающих. Продолжаем выпуск. Весь май праздничный. Ветеранов, которые не смогли принять участие в параде, поздравляют с праздником Великой Победы на дому. Ветераны тыла супруги Бабовой радушно приняли гостей, активистов ТОС номер 27 и нашу съемочную группу. Координатора деятельности органов местного самоуправления Наталью Ключенькову супруги Бабовой давно их хорошо знают, как человека, который и в будни, и в праздники не забывает о ветеранах. Я вас поздравляю с праздником Победы. Мирного неба над головой, чистого, яркого солнца. Зинаида Павловна не успела окончить школу, когда война была в самом разгаре. И 14-летней девчонкой ее призвали на работу санитаркой, в больницу, на сероводородные ванны. Был даже момент, что по декадам хлеб по карточкам не давали. И мы жили, жили. Военному поколению пришлось пережить тяжелые годы восстановления разрушенного войной хозяйства. Когда продуктов не было в магазинах, еду выдавали по карточкам. Там давали яичный порошок, рыба такая, ну все американское, не наше. А у меня подружка была из Ташкента, она технолог кирпичного обжога, Аня. И мы с ней вот это получим, этот паек, и сидим, и кушаем, и хохочем. После победы всех переполняла радость жизни, надежда на светлое, лучшее будущее. Зинаида Павловна окончила курсы щитоводов и через несколько лет стала главным бухгалтером на предприятии. А муж, Лукьян Александрович, старше жены всего на год и также работал в войну на заводе. А после войны слесарем и газоэлектросварщиком. Нынешнему поколению ветераны Бабовы шлют простое пожелание. Чтобы они больше трудились, меньше надеялись на что-то, на дармовое, как прожили мы. Трудовой стаж Зинаиды Павловны почти 60 лет. Лукьян Александрович и Зинаида Павловна Бабовы в этом году отметили 64 года супружеской жизни. У них три дочери, пятеро внуков и трое правнуков. Частенько супруги просматривают старые фотоальбомы и вспоминают войну и победу, годы семейного счастья и мирного труда. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли отборочные игры в подгруппах по волейболу. В первенстве Краснодарского края среди девушек и напчанки показали хорошие результаты. И по итогам игр уже вышли в финал соревнований. В первенстве участвуют 12 команд. АНАПа представляют три сборные, в состав которых вошли лучшие волейболистки курорта. Татьяне Рао, 14 лет, волейболом занимается седьмой год. Капитан сборной команды АНАПы девушек 2000-2001 года рождения. На счету анапчанок победы на краевых и всероссийских соревнованиях. Помогло нам то, что мы играли все дружно, помогали друг другу. Первую игру на первенстве Краснодарского края анапчанки провели с командой детско-юношеской спортивной школы номер один поселка Афибский. В первом тайме волейболистки АНАПы проиграли только один мяч. Счет 25-1. Показали слаженную игру в удачных передачах. Конечно же с помощью пасущих. Без пасущих мы бы не смогли бы. И нападающих, от хороших нападающих зависит. Есть передачи широкие, есть короткие, есть первым темпом передачи. Но основной мы работаем на передачу в четвертую зону и в третью. Волейболистки сборной АНАПы не сбавили темп. Второй тайм выиграли со счетом 25-7. В третьем победили 25-8. Победа в трех партиях из пяти безоговорочная победа. Мы готовились. Девочки пока играют очень успешно. У нас еще и выступает команда 2001 года рождения в этих соревнованиях и 2002. Девочки 2001 года рождения выступили уже очень успешно. Они уже вышли в финал. Они сегодня обыграли Крымск. Первую игру в подгруппе АНАПчанки выиграли. Впереди еще две финальные. В первенстве принимают участие две команды волейболисток 2002 года рождения. Задача в данной игре состояла в том, чтобы психологически девчонки не дрогнули и выстояли. Постарались что-нибудь показать на площадке то, что они умеют. 16 и 17 мая в спортшколе «Виктория» пройдут финальные игры первенства Краснодарского края по волейболу. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В пятницу 16 мая в Анапе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов по Цельсию. Ночью прохладнее до плюс 16. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 16 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате – скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова